Сегодня отечественные предприятия. Остро нуждается в новых разработках. Особую потребность испытывают сферы биотехнологии, машиностроения и материаловедения. Им нужны такие идеи и проекты, которые бы смогли быстро заменить недостающую на рынке импортную продукцию. Бизнес на научных открытиях возможен только при объединении лучших умов со всей страны. И в этом смысле наши молодые ученые весьма перспективны, говорят коллеги из других регионов. Они приехали на двухдневную сессию, чтобы наметить основные направления для совместной работы. У нас много задач по химии в области пищевой химии и в области хранения зерна. Я здесь увидел, все записал. Биоразлагаемые полимеры коллеги докладывают. И у вас, по-моему, есть. Все, что касается переработки полимеров, тоже увидел компетенции. В общем, хватает этих задач, которые можно пообщаться. После ухода импортного инжиниринга в химической области объем запросов по данному направлению от бизнеса науки увеличился в десятки раз. Научное сообщество учится плотно взаимодействовать с бизнесом. Что самое главное, что университет может взять у бизнеса? Это отнюдь не деньги. Самое главное, что университет может взять у бизнеса, это задачи. Технические, технологические задачи. Вот это самое главное. И надо эти задачи вынимать из бизнеса. И одна из таких научно-практических задач – повышение квалификации сотрудников разных сфер, исходя прежде всего из практического опыта экспертов. Другое поле совместной деятельности – межотраслевые проекты. Так вскоре наши ученые вместе с производственниками из ряда других регионов будут разрабатывать рецептуру продуктов питания из сырья растительного и животного происхождения, новые способы очистки химпродуктов и также создавать новые приборы для контроля качества продукции. Все эти ноу-хау, уверены разработчики, найдут широкое применение на практике. Бизнес их очень ждет. Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин. День с толком.